Приветище, Цуцит Гай, в руках у меня хот-дог, мы его сейчас сожрём и продолжим самоубиваться в моих снах, ну точнее снах этого чувака. С таким вот пузом грязным, с такими толстыми рукчищами. В общем, если ты не видел, что здесь происходит в этих красочных снах, то обязательно посмотри прошлое видео. И не забудь поставить лайк прямо сейчас, вот опустись под видео и поставь лайк этому видео, и не забудь подписаться, если ты ещё не подписан. Это очень важно. Короче, прошлая серия закончилась на том, что нас съел динозавр, мы раскололи вот это яйцо, но взамен динозавр сожрал нас. Переходим к сну номер 12, погнали! Опачки! Ванная! Это чё, моя ванная? Сон про мою квартиру, что ли? Унитаз? Ну-ка открывайся. В туалет даже не сходить. Краник открываем, водичка не течёт, воды нету, утопиться не получится. Так-так-так, музло, подожди. Присыпочка. Тут ничего не открывается. Ладно, продолжай играть. Уточка. Взять я её, конечно, не могу. Мылом. Тут кран открывается? Нет, не открывается. Жалко. Давай попробуем выбраться с этой комнаты. Чё-то не понял, двери не открываются. Как? А, во, пузом толкнуть надо было. Теперь двери открываются при помощи толкания своим пузом. Тут ещё двери. Спальня. Шикардос. Так, наверняка, раз это наша квартира, то должен быть диван, на котором я уснул. Из которого летит сейчас пиво. Давай попробуем его найти. Вот диван. О, телек! Так, значит, я где-то рядышком. Тетрис! Тетрис, можно поиграть? Конечно, можно, только батарейка всё. Так, короче, скорее всего, скорее всего, это квартира моего детства, где я вырос. Наверняка. Точнее, вырос наш персонаж. Ну, точно, вот, смотри. Тут учебники, тут мой рюкзачок. Всё ясно. На улицу выйти мы не можем, нас забаррикадировали. Как будто зомбоапокалипсис там начинается. О, статуэтка. Мы её заберём, отлично. В тарс поиграть мы не можем. Так, что нам тут делать? Плиту зажечь не можем. Сок взять не можем. Пиццу кто-то зажрал. Холодос открыть не можем. Опа. Короче, я понял. Нам нужно затопить дом. Всё сводится к кранам. Но воды нет. Надо спуститься в подвал. И подать воды, наверное, да? Попробуем зайти в подвал. Во! Чтобы попасть в подвал, нам нужно найти ключ. А ключ, наверное, под ковриком. Ну, естественно. Американцы всегда хранят ключи под ковриком. Открываем, значит. Спускаемся в подвал. О, а, у нас тут протечки. Поэтому воды в доме нету. Нужно их как-то заткнуть. А чтобы заткнуть, нужен, скорее всего, гаечный ключ. Потому что, видишь, тут какие болты. Так, а где же нам гаечный ключ-то найти? Гаечный ключ. Хм. Или газовый ключ. Без разницы. Нужно что-то, что сможет повернуть болт. Так, так, так. Тут у нас что? О, гараж. Отлично. Это бензопила. Кручак. Так, можно что-нибудь распилить? А, бензика нет. Ничего не получится. Жалко. А я уже был готов к зомби-апокалипсису. А вот, кстати, и ключик. Смотри-ка. А ком, кстати, работает. Может, я в КС-очку срубаю? Смотри, какой древний, да? Наверное, на нем только 1,6 запустится. Так, хорошо, берем ключик. Почему я ползаю? Подожди. Ты можешь встать? Почему ты ползаешь? Сейчас болты подтянем. Краны откроем. Слушай, кажется, что... Во-во, закручивается. Отлично. Я уж думал, ключ не подходит. Так, теперь надо еще 3 болта подотянуть. Давай. Что же за игра такая? Даже в своих снах приходится работать с сантехником каким-то. Все. Ключ выкидываем. Пошли открывать кран. Вначале мы откроем здесь. Проверим, есть ли водичка. Водичка? Водичка есть. Шикарно. Пойдем набирать ванную. Ванную? Я вернулся. Набираем ванную. Вода пошла. Сейчас она должна перелиться. Нет, не перельется. Мне просто сесть в ванну надо? Не получается, слушай. Не получается утопиться в своей ванной. Унитаз смываю. Давай еще воду здесь включим. Слушай, а может быть мне нужно какой-нибудь электрический прибор в ванную с собой затащить? Как насчет взять телек? Телек, ты работаешь? Пойдем со мной. Он слишком большой, тяжелый, не могу поднять. А как насчет тетриса? Значит, запрыгиваем в ванну. Садимся. Что-то плохо садится. Это что-то такое-то. Короче, мы играем в тетрис в ванной. И ничего не происходит. Надо что-то другое. Слушай, а может быть радиоприемник кинуть? О! Все было тут рядышком. Прыгаем. Отлично. Мы убились в ванной. Это шикарно. То, что нам нужно было. Все оказалось довольно просто. О! Подъемник. Погнали в сон номер 13. Вау! Нам нужно самоубийца на складе. Круто. Пойдем в погрузчик залезем. Можем рулить? Можем. Так, вот эта кнопка это опускает вилы. И поднимает по всей видимости. Ага, все понял. Поехали! Ништяк! Погонять можно. Так, а для чего нам это? Я вот, если честно, понять не могу. Видимо, нам нужно как-то использовать этот погрузчик, чтобы перепрыгнуть куда-то. Значит, давай вилы поднимем все-таки. Так, так, так. Может быть, как-то здесь припаркуемся давай-ка. Вот так вот. Вылазим. Теперь пойдем сюда. Тут можно подняться при помощи этого рычага. Отлично мы поднимаемся. Шикарно. Сейчас мы своим грязным пузом куда-нибудь дозалезем. Залазим сюда. А, вилы-то не такие высокие относительно. Вот же, блин. Туда я не залезу. Короче, мне нужно как-то под пресс попасть. Вот это огромный пресс. Мне нужно туда залезть. Хм. Как это сделать? Может быть, мне нужно вначале запрыгнуть на трубы, потом с труб на вилы, и он туда наверх. Тут есть еще дверка какая-то запертая. Черт. Короче, подвез, значит, погрузчик вот сюда. Попробуем залезть на трубы. Итак, залазим на трубы. Вспоминаем физкультуру. Ништяк. Теперь, значит, прыгаем сюда на вилы. Ага. Теперь сюда. О, отлично. Тут статуэтка. Не зря сюда залезли. Так, получается, это место нам больше не актуально. Значит, нужно лезть туда. Поехали туда. Сейчас перевезем погрузчик. И будет нам счастье дикое. Кто мог подумать, что во снах я буду управлять погрузчиком, а? Кому расскажешь, не поверит. Так, припрыговались. Значит, повторяем все то же самое. Что и с правой стороной, только бежим уже влево. Так. Ящик надо будет сейчас столкнуть. Все, ящик скинули. Шикарно. Прыгаем за ним. И нужно воспользоваться погрузчиком теперь. Опускаем вилы. А может быть и не нужен погрузчик. Сейчас попробуем просто схватить вот эту коробку. Получится у нас? Получится, смотри-ка. Офигеть. Круто. Короче, есть у меня другой план. Погрузчик я поставил вон там. Потому что все, что до этого я придумал, не сработало бы. Мы сейчас поднимаемся. Берем вот эту вот коробку. Спускаем вниз. Все, коробку мы забрали. Вот так. Просто погрузчик, он как лесенка. Посмотри, мы вначале сейчас залезем на коробку. Потом на погрузчик. Потом снова на коробку. И в принципе вот. Мы залезли. Все очень просто. Нажимаем, значит, кнопку. А, это пульт. Встаем под пресс. Ты же видел много видосиков на ютубе, как чуваки прессуют что-то под прессом. Вот сейчас ты посмотришь, что будет со мной, если на меня упадет пресс. Ну ничего, ты к нас прессанул. Наверное, там лепешка от нас осталась. Ладно, съедаем хот-дог и идем к 14-му сну. О, магнит. Нифига себе. Ёкарный. Я на свалке. О, прикол. Так, первым делом первым. Машина. Интересно, на ней можно ездить? Пойдем, попробуем. Можно, прикинь. Садимся в тачку. Погнали. Так, я могу. А, я кажется, знаю, что нужно сделать. Сбросить тачку на себя. Тут крестик есть. Обычно, когда крестики, это значит, что на себя нужно что-нибудь сбросить или на этот крестик упасть. Тут у нас чего? Ну, сперва давай попробуем найти здесь статуэтку, а потом будем уже самоубиваться. Уверен, что статуэтка где-то спрятана здесь. Нет, здесь нету. Буду ковыряться по мусорке, пока не найду статуэтку. Вот она, вот она в мухах тут лежит. Забираем. Ну, а теперь можно самоубиваться. Значит, давай проверим прессовальную тачку. Работает ли она вообще? Ну-ка. О, снова большой пресс. Да, все работает, все отлично. И, в принципе, в принципе... Хм. Если бы был здесь какой-нибудь человечек, который смог бы меня на тачке поднять и сбросить туда, то я бы самоубился. Но человечка во снах у меня нету, кроме меня одного. Поэтому пойдем попробуем скинуть эту тачку. Значит, что нам нужно? Воу, воу, воу. Как-то так. Как-то мне... Тут все резиновое. Смотри, тут как на батуте. Это будет сложно. Значит... Во, я сел. Наконец-то, слава богу. Попробуем поднять тачку. Опускаем магнит. Вот, тачка примагнитилась. А знаешь, что вам прикол? Прикол ведь в том, что я не могу удлинить наш магнит. И он не может закинуть тачку в пресс. А, соответственно, этот план у нас провалился. Я понял, я понял, я понял, 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 понял. Лампочка над моей башкой загорелась. Мозги сработали. Значит, смотри, что. Я нажимаю магнит. Так, тачка еще не примагнитилась. Здорово. Мы, короче, залазим в тачку. Магнит нас притягивает. Так. Сейчас мы проверим. Вот сюда подъезжаем. Магнит нас должен притянуть. Отлично. И мы можем отсюда спрыгнуть, по идее. Да? Вот как это делается. Да смотри-ка. Значит, опускаем тачку. Тачка падает. Ага. Отъезжаем на ней немножечко подальше. Выходим. Идем врубать наш пресс. Нажимаем эту красную замечательную кнопочку. Теперь быстрее, 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 быстрее. И врубаем магнит, пока пресс прессует там. Нажимаем кнопку магнита. Теперь подъезжаем на тачке к магниту. И ты дальше уже понял, что нужно сделать, да? Залезли. Давай, давай, должны успеть. Должны. Вылазим. И прямо в пресс. Черт, ну же. Прикинь, из-за пуза я не залез туда. Это парадокс просто. Пузо спасло мне жизнь. Что ж за дела такие, а? Ладно, попыточка номер два. Надеюсь, сейчас все сработает. Быстренько заезжаем сюда под магнит. Выпрыгиваем. Идем сюда. Есть, наконец-то. Аллилуйя. Пузо меня в этот раз не спасет. Оу. Оу. Это было слишком мясисто. Хе. Ну да, я сам-то сочненький такой. Так, что у нас дальше? Волшебная шапка Гарри Поттера, которая позволяет определить, в какой класс тебя направить. Гриффиндор или Слизерин? Гарри Поттер? Вау. Я дома у какого-то волшебника. Прикольно. Шляпа, значит. Вот она висит. Но с ней взаимодействовать нельзя. Шар с наведений. И ведений. Тумбочку можно открыть. О, курица. Хе. Прикол. Берем курицу, значит. И кидаем в чан. По всей видимости, нам нужно сварить зелье, которое нас убьет. Вау. А самому можно туда бахнуть? Нет, самому нельзя. Я с этого чана могу только выпить. Так, хорошо. Что еще я могу в этот чан положить? Любопытно и интересно. Что тут есть? Мышки. Мышки. Мне нужна мышка. Пойдем попробуем отсюда выйти. Можно дверь открыть? Нет, она закрыта. Угу. Так, куда же нам так... О, мышка, смотри. Появилась мышка. Мыша, 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 мыша. Она боится. Угу. Так, а тут что у нас? Короче, смотри. Курица плюс кролик плюс мышка плюс кость плюс книжка. Вон оно что. Теперь нам нужен кролик. А где его достать? А где кролик-то достать? Мы же не в лесу. О, можно открыть окно. Есть вероятность, что кролик сюда прибежит, если мы положим сюда морковку. Если тут есть морковка, конечно. Ты видишь морковку? Я вот не вижу морковку. Тут есть что-нибудь за ней? Нету. Как выманить мышку? Ну, наверное, сыром. А где сыр раздобыть? У меня даже сыр-то нету. Мышуля. Ты смотришь на меня. Я смотрю на тебя. Но я хочу из тебя сварить. Супец. Как же мне тебя поймать? Может, я сбоку вот так встану? Меня не заметят? Долбаный Том и Джерри какой-то тут начинается. А, во, сыр, смотри. Сыр, сыр. Сыр, смотри. Мышка. Мышка-сырок. Может, я на нее прыгну? Прыгай! Вот так вот. Черт. Так. Куда бы сыр... Смотри, смотри, что у меня. Она выбежала. Прикольно. Вот сыр. Хватаем мышку, значит. Отлично. Теперь вкидываем мышку. Вот так вот. Можно это попить? О, вкусненько. Короче, тут в любом случае книгу надо кинуть. Давай еще книгу закинем. Че уж. Ха, она не влазит туда, прикинь. Она слишком... Слишком большая. А, вот я ее закрыл. Я ее могу открыть-закрыть. Отлично. Закрыл книжку, кинул. Давай попробуем выпить. Ммм, все равно вкусно. Блин. Нужна кость и кролик. Может, тут есть какой-то потайной подвал, о котором я... Ты слышал? Ты слышал? Где-то здесь. Где-то под нами. Я вот тут вот прохожу. Где-то кролик здесь. Может быть, где-то тут? Под этим столом? Или здесь? В шляпе, может быть, а? Я прям слышал, что кролик где-то хавает что-то здесь. Кролик, выходи. Магический шар. О, смотри, статуэтка. Ты видишь ее? Вон там она была. Вон она. Так, а как ее поднять-то оттуда? Я туда как-то могу зайти. Слушай, я тут выяснил, что вот эту штуку, оказывается, можно двигать. Давай поднимаем ее сюда. И попробуем вылезти. Может, нам это поможет? Так. О, точно! Мы вылезли! Отлично! Теперь нужно просто поймать кролика. И найти косточку. Ну вот тут вот я вижу могилку. Смотри-ка, могилка. Нужно ее как-то откопать. Нужно найти лопату. Ладно, лопату мы найдем. О, кролик. Иди сюда, попсик. Я тебя сейчас догоню. Догоню, догоню, догоню. Есть! Кролик у нас есть. Отлично. Интересно, почему я не могу пройти через парадный вход? Зачем лазить через окно, а? Все сложняет вечно. Так, да подожди ты, давай залазим. Да что ж такое-то? Типа с кроликом нельзя? Нет, можно. Кролика вкидываем сюда. Пробуем супец. М-м-м, вкуснятина. Так, пойдем заберем статуэтку. Она где-то здесь. Вот. А теперь ищем лопату. Лопаточка? Где же ты у нас? По-любому где-то тут лопата должна быть. О, темный лес. Маленький темный лес. Какая огромная территория. У меня сны становятся все шире и шире. О, рыба. А нет, это камень. Лопата. Фига себе, куда ее запрятали. Лопат, ты идешь со мной. Не возмущайся. Обижался территорию, ничего не нашел. Вернулся на кладбище. Выкапываем. Лопата, ты что меня подводишь? Давай копай. Оп. Только меня в могилу не надо закапывать. Надо вылезти отсюда. Так, косточку, косточку. Вот, вот эту косточку возьмем. Самая большая и сочная. Да что ж такое-то? Вечно я застреваюсь со своим толстым пузом где-то. Отлично. Наконец-то наше зелье яда готово. Осталось только это выпить. О, черное зелье. Выпиваем. И травимся. Ой, не сварение желудка. Меня взорвало. О, это мощно. Отлично. Идем в следующий сон. А следующий сон, что это? Цирк? Шатер? Ладно, погнали. О, базука, пулемет, рогатка. Ну, базука, конечно, это больше всего интересно. И мы находимся в лунопарке. В парке аттракционов. Кручак. Так, короче, я теперь понял, что означает 10 тысяч, сотка и пять. Нам нужно зарабатывать билетики. За которые мы можем купить вот эти вот все пушки. Пукалки и пушки. Так, тут у нас что? Game Station. Тут закрыто, ничего нету. Вот тут аттракцион, вот тут аттракцион, там аттракцион и там. Так. Короче, тут нужно ударить как можно сильнее, тогда я получу билетики. Давай прыгнем сюда. Еее! Вот это мощь. А что один билетик? Один билетик, все? Я, походу, долго так буду заморачиваться. Еще разок. О, два билетика уже. Круто. Видимо, я помощнее прыгнул. Отлично. Еще нужны билетики. Еще хочу. Э, больше билетов. Да что такое не работает? Во, пять билетиков. На рогатку накопил. Теперь билетики все эти скидываем сюда. Все. Пятый. Еее! Я разблокировал рогатку. Берем ее. Так, теперь я могу стрелять по мишеням. Но по мишеням чего? Кстати, давай вот эти еще аттракционы проверим. Их, походу, просто боксировать я должен. Отлично выходит. Но недостаточно. Что-то... Что-то не дают мне билетики здесь. А если с рогатки? Не, бесполезняк. Ладно. Пойдем вот сюда в шатер. Уверен, что здесь мы сейчас будем использовать рогатку. Геймстейч. Нажимаем. А, шариками надо что-то выбить. По уточкам. Так. Сюда я зайти не могу, к сожалению. Ну что, погнали. Будем уток выбивать. Капец, это сложно. По двум уткам попал. Я не могу попасть по ним. Просто вообще... Unreal. Два очка я набрал. Могу залезть туда? Все, аттракцион закончился. За два очка мне дали один билетик. Капец. Ладно, давай еще разок. Только в этот раз я возьму рогатку. Во! Пошла жара. Воу! Смотри, какой мне тикет дали. Тикет на соточку. Так, вот этот один билетик я выкидываю. Офигеть! Сотка тикетов! Крутяк. Вкидываем. Вот и пулемет! Хо-хо-хо-хо-хо-хо! Нифига себе, вот это очередь. Так. Пойдем проверим вот здесь вот. Не, нифига не работает. Походу придется уткам отдуваться. Ну ладно, уточки. Вы не ждали. Я притащил сюда пулемет. Пулеметик, стой. Стой, стой, не падай. Нажимаем. Нажимаем, значит, кнопочку. Берем пулемет. И погнали ложить уток. Ты посмотри, сколько я заработал. Пять. А, пять тысяч тикетов. Это маловато будет. Мне еще надо пятерку набрать. Чтобы открыть ракетницу. Хорошо. Еще раз сыграем. Ура. Еще пятера. Еще пятера. И ракетница открыта. И что же мы будем с ней делать? О, да. Юху. Ракетница у нас в руках. Круто. И что будем с ней делать? Вот это атомный взрыв. Мощь в моих руках. Я теперь могу пулять. Куда захочу. Пойдем-ка попробуем сыграть в уточки. С нашей ракетницы новой. Давайте уточки. Все. Все закончилось. Я набрал 357 очей. И не получил ни одного билетика. Это прискорбно. Это печально. Как насчет боксерской темы? О, нифига себе. Вот это глюк. Так, а что если я стрельну под себя? Да, это было неожиданно. Но в принципе логично, что я мог подорвать себя ракетницей. Ну что ж, это был Суицид Гай. Если тебе понравилось, то тебе лайк под этим видео. И подписочка, если ты еще не подписан. Чтобы не пропустить следующих крутых видео. А следующий сон у нас будет про коров.